Что вас заставляет в столь непростое для нас время, я имею ввиду ферру туризма, размахнуться и так широко, можно сказать, очень весомо заявить о том, что туризм еще в Украине жив? Ну, мне кажется, что сейчас самое время нам самим самоорганизоваться, и вот как сегодняшняя тема конференции, это туризм, время выходить за рамки. По моему мнению, как раз такое время сейчас и наступило, иначе когда, как не сейчас. А что значит выходить за рамки? Вот расшифруйте. Ну, на мой взгляд, те подходы и те события, и те шаблоны, по которым мы работали все это время предыдущее, уже не работают. Нужны новые идеи, новые сайты, новые какие-то нестандартные решения. Именно поэтому мы пригласили не только в качестве спикеров, не только представителей туристической индустрии, но также и представителей других отраслей, для того, чтобы немножко вот посмотреть, как по другим углам зрения, выйти вот из этого нашего болота, да, и совершенно новый подход найти. Мне кажется, в этом может быть успех. А кто будут ваши спикеры? Вот по каким направлениям вы собираетесь сфокусировать свое внимание? Ну, у нас несколько модулей. Мы разделили наши доклады на несколько частей. Сегодня будет тема стратегии маркетинга, продажи, а завтра будет такой день, посвященный вдохновению. Вот как раз сегодня будут в большей степени профессионалы индустрии, это будут представители туристической и околотуристической отрасли, да, там представители отелей, представители ресторанов, бизнес-эйвенчики. А вот завтра будут люди, которые на первый взгляд не связаны с туризмом, но тем не менее являются либо профессиональными путешественниками, либо профессионалами своего дела, либо такими просто харизматичными, успешными людьми. Например, у нас будут там ведущие телеканалов, у нас будет, например, шахматистка, да, которая много сделала для Украины и много путешествует. Ну, в общем, в таком формате. Скажите, пожалуйста, а вот самый главный лозунг или девиз вашей конференции, потому что многие уже давно находятся в состоянии упадка, уныния, депрессии. Что вы пожелаете людям, которые все-таки, ну, как говорится, погибают, но не сдаются? Вы знаете, наверняка есть такой известный миллиардер Ричард Брэнсон, и одна из любимых моих книг, это его книга «К черту все, берись и делай». То есть, на мой взгляд, не нужно никогда унывать, нужно пробовать новые и новые решения, нужно действовать в данной ситуации, и все будет хорошо у нас.